Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Алексея Халецкого, который сейчас планирует проходить The Outer Worlds. Я думаю, все любители Fallout New Vegas и игр от Obsidian, ролевых игр, ждали это приключение. Игра выходит. Я планирую несколько видео с прохождениями точно записать. Будет ли полное прохождение. Опять же, будет зависеть от ваших просмотров, лайков, комментариев и прочего. Давайте уже начнем игру. Что тут долго рассусоливать какие-то. Я играю, кстати, сразу предупрежу, что я играю с геймпада. Имейте в виду, игра явно на консоли была расчетна, так что я думаю, что именно на геймпаде будет удобно играть. Давайте, новая игра. Пишут люди, что на нормальные сложности легковато, поэтому я сразу высокую поставлю. Сверхновую не буду, потому что это без сохранений. Там, знаете, такое... Давайте чисто на высокой пойдем. Дальше. Субтитры разговоров пускай будут. Одиночные реплики пускай будут. Пускай будет. Итак, развивая навыки неза... Ладно. Начинается игра. Начинается мультик. Зачем оставаться на земле, когда звезды сулят несметные богатства? Приезжайте в Олкеон, единственную колонию на крови вселенной, где за порядком следят корпорации. Путешествие займет не более 10 лет, но они покажутся вам минутами. И все это благодаря удобной и безопасной гибернационной камере. Вы проснетесь в идеальном обществе, созданном исключительно для того, чтобы гарантировать вам максимальную продуктивность и полноценную работу. Уже скоро вы станете хозяином собственной судьбы и попадете в этот удивительный мир. В колонию Олкеон. Совершенно секретно. Колонизационный корабль найден... Оставить надежду на границе колонии. Найден дрифтующим. Тревога, вторжение в охраняемую зону рядом с надеждой. Неопознанный корабль. Вообще, начало чем-то на Биошок похоже, да? Вот по атмосфере. Надежда, коридор 022. Гибернационная станция. ДОК-30. Финиас Вернон Уэллс. Статус беглец, разыскиваемый... Коллегией адвокатов. Я не успел прочитать дальше, честно говоря. Сотни тысяч колонистов навсегда брошены дрейфовать в открытом космосе. Просто чтобы не портить статистику коллегии. Возмутительно. Так. О, мы себя делаем. Тело, разум и личность. Ну, я люблю, конечно, за более разумных играть. У нас шесть очков есть. Так. Зависящие на... О, тут еще навыки. А что? Так, давайте сила. Однорочное оружие ближнего боя. Это ближний бой. Тяжелое оружие. Блок. Вдохновение от силы зависит. Интересно. На ловкость. Вскрытие замков. Блин, я бы ловкость попрокачивал. Так. Интеллект. Убеждение. Взлом. Да и тут взлом тоже, кстати. Вскрытие замков. Интересно, а что это начинается? Взлом от вскрытия замков. Хм. А, и тут тоже вскрытие замков. Тут, видимо, оно как-то все связано. Тут, наверное, такой перевод странный. Наверное, тут взлом тоже вскрытие замков имелось в виду. Привлекательность. Убеждение. Ложь. Запугывание. Наука. Привлекательность. Ну, вот тут я тоже подниму. То есть я хочу играть за персонажа, который говорливый очень. Двуручное оружие ближнего боя. Ложь. Скрытность. Медицина. Инженерия. Решительность. Так, давайте интеллект. Интеллект. Интеллектный колонист. Я помню, когда мы были эти. Интеллектуальный. Привлекательный. Проницательность. Ну, силу акте. Можно это снизить. Прочность оружия 30%. Скорость перезарядки оружия дальнего боя снижена. И скорость атаки в ближнем бою снижена. Штраф ускоряется износ оружия. Хм. А у силы? Тактическое замедление времени в движении заканчивается быстрее. Так. Урон в ближнем бою снижен. Грузоподъемность снижена. Так. Вот это да. Это мы снизим. Так. Здесь что? Обновление умений напарников 25%. Реакция на положительную репутацию выше. И реакция на отрицательную репутацию. А здесь что? Просто критический урон выше. Ну, знаете, странный бонус для интеллекта. Так. Что мы еще прокачаем? Вот мне интересно. Проницательность или... Ну, по одному дадим. И туда, и туда. 10% бонус к урону от попадания в голову или слабое место. А тут восстановление здоровья. Медицина, скрытность. Легкая огнестрельная, длинноствольная. Но я, наверное, буду вот как раз через огнестрельное, судя по всему, играть. Вскрытие замков. Инженерия. Привлекательность, запугивание. Давайте проницать. Давайте у нас будет интеллект, проницательность, привлекательность, твердость духа. Вот такие два. Ниже я не хочу ловкость и силу ставить совсем уже. Ну. Поехали так. Ближний бой. Доступны очков 2. Нет, мы, конечно, общение возьмем. Я надеюсь, что мы не потеряли эту золотомку к фрошпайт. Так, а что лидерство делает? Бонус к руну. Я, честно говоря, не хочу с напарниками играть. Особо. Так что лидерство я не хочу брать. Незаметность. Защита дальней... Это... На бой я не хочу пока ничего прокачивать. Давайте сразу на... По-моему, технологию давайте тогда. Раз уж у нас интеллект. У нас комментирует чувак все, что мы делаем. О, квалификации. Эй, а я могу только что-то одно взять? Так, решительность плюс один. Это безоспособность. Техник по подаче напитков. Длительность действия напитка плюс 3%. Блок плюс один. Младший кассир. Убеждение. Так вот, убеждение. Младший кассир с правом самостоятельной работы. Убеждение. Что так? Урон получаемый не хочу. Специалист техника плюс один. Уклонение плюс один. Испытатель пищевых добавок. Уборщик пятна удалитель. Талисман. Тазбольный команд. Здесь на что вдохновение дает вообще. Медицина. Наука плюс один. Ну, давайте младший научный сотрудник возьмем. Раз уж там интеллект у нас по максимуму. Давайте будем уже интеллектуала полностью отыгрывать. Ну, тут я, пожалуй, мужчину возьму. О, блин. Сейчас будем долго. Какой-то на меня похож более-менее. Ну, вот этот давайте цвет кожи. Давайте такой побелее. Цвет глаз. Есть? О, давайте такие, чтобы... Ультрафиолет. Брови. Брови погрязные. О, господи. Это я буду очень долго. Нет, давайте этим. Всем не будем заниматься. Брови, глаза, челюсть. Щеки. Волосы давайте выберем. Это начальное вроде ничего. О, это чем-то на то, что я сейчас ношу, похоже. Афро. Женские прически тоже можно. Знаете, вот такой цвет волос. Я бы что-нибудь синеватое взял. Как-то странно. Оттенки, конечно, показывает. Такой стиль бровей. О, тут. Может, усики такие прикольные. Давайте с усиками. Ну, бакенбарды не особо. Мы же не за Пушкина играем. Во, нормально. Вот так мне нравится. Ретро. Цвет волос на лице. Их еще синеватыми сделаем. Норм. Так, черты. Грим какой-то еще можно наложить. Нет, прикольно, конечно. О, давайте вот такое. Ничего, такое сочетание. Чем-то флаг Беларуси белый, красно-белый напоминает. Так, грязь. Зачем мне грязь? Нет, давайте мы без грязи будем чистыми. Шрамы. Ну, давайте через глаз. И возраст. Ага, морщинки появляем. Возраст давайте нормально. Так, все, оставим. Как вас зовут? Алеша. Давайте, Алеша Халецкий вот так оставим. Ну, все. Персонажи мы создали. В общем-то, давайте теперь со всем этим... Ну-ка, что у нас вообще длинноствольное, значит, у вас прокачано. Убеждение вообще. И медицина, и наука. Инженерия. Наука. Медицина. Что вдохновение, кстати, дает. Наносим урод ваших напарников. Тоже и решительность ваших напарников. Ну, нафиг надо. Ладно. Поехали. Да, начать игру этим персонажем, наконец-то. Большую часть времени... Похоже, сегодня ваш... Счастливый день, мой друг. Штурмовиков, просим вас выключить двигатели. Мечтать, не вредно ли за блюдо? Начать скачок. Короче, он успел со мной смотаться, видимо, куда-то. Terra 2, орбитальная лаборатория системы Алкеона. Целостность корпуса упала до 25%. Уровень энергии упала до 90%. Скачковый двигатель вышел из строя. Черт. Ну, конечно, я бы перевел как дерьмище, скорее. А то у нас переводит, черт. Такое уже лайтовое... Ищет мне особое такое ругательство, прямо скажем. А, вот и вы. Хочется узнать, что происходит, не так ли? Боюсь, у меня плохие новости. Ваш корабль необъяснимым образом выбросила за пределы зоны скачка, поэтому путешествие продолжилось на субсветовой скорости. Это означает, что вы, а заодно и остальные колонисты надежды, пребываете в анабиозе уже почти 70 лет. Ну, или около того. Обычно разморозка после столь длительной гибернации приводит к узоршающему результату. Называется массовый разрыв клеток, но я бы назвал это разжижением. Что-то не так? О, да, вы можете не волноваться. Я закачал в ваше тело специальный раствор собственного изготовления, который не даст вам умереть ужасной смертью, и по возможности сохранит вам жизнь, в чем мы, надеюсь, скоро убедимся. К сожалению, последние реагенты были потрачены на ваше спасение. Заодно я, ну, знаю, многого я от вас прошу, но вы должны помочь мне добыть еще, иначе нам не удастся спасти остальных. Я бы сделал это сам, конечно же, но коллегия назначила за мою голову большую награду. А мой корабль выведен из строя. Но я уже нанял одного контрабандиста, чтобы помочь вам. Он скоро... А, похоже, мы на месте. Удачи! То есть он прям, вот уже, прям сразу, офигительно много объяснен, конечно. Прям сразу меня отправил куда-то. А начало, конечно, во многом похоже на Нью-Вегас, когда этот доктор, помните вас? Прямо, конечно. ходим горячие слои атмосферы но я не буду конечно пропускать ролики посадка была жесткой судя по всему ах ты взял хорошо же должны быть снизу а что у власти есть её имя? врага-отка я ей говорила, чтобы поцелуй шерти и залезь в тебя не все живя до того ну чем дело чтобы не запускать его корабль оторон не так ты не запустил вас лучше ты и тот как вы не уверен, как я вернулся к этому Может быть, он уехал после пантии на голове. Счастье об этом... ...счастье... ...счастье... ...счастье, куда надо... Графика, конечно, не самая крутая. Я бы даже сказал, что, наверное, Ведьмак получше выглядит, которому сколько, уже 4 года. Но атмосферно все равно. Пошли, в общем. Так, что-то валяется. Можно перепрыгивать в препятствия. Вау. Ничего себе. А собирать я пока ничего не могу, да? Я уже хочу лутить, лутить. Б, скрытность, понял. Ну, какое... Какое милое животное. Так, куда нам тут идти? Сюда. Так, а есть какая-то выносливость, которая кончается, когда я бегу? Пригнувшись, можно перейти в режим скрытности и избежать обнаружения. А что, я хочу, чтобы меня не обнаружили, да? Это что, кто-то спит? По-моему, ты мертвый чувак, у нее ног нету. От кого я вообще скрываю, скрываю, что-то? Крынчоку кто-то ноги съел. Что-то мне не хочется дальше идти. Ноги едят. Так, это вон там у нас враги, да? Индикатор внимания над головой противника указывает... ...тепень его усведомленности о вас. Ничего не замечает, подозрителен, проверяет или встревожен. Ты понимаешь, что встревожен? О! По-моему, они на меня напасть хотят. А можно убежать пока? Просто не хотелось бы тут сразу умереть. Надо было пройти, видимо, а не стоять, пока они там не находятся. Кто-то меня обнаружит. Спустя, может, они встревоженные просто убежали? Такая стак страна... Трава странно пропадает. Что за звуки? Что-то сейчас было такое? Побочные эффекты какие-то от крио-заморозки? Так. Будет нормально перепрыгнуть. И... Используется медицинский ингалятор, чтобы вылечить раны. Блин, реально так... Почему-то на биошок мне все это похоже. И когда он сейчас применял... Лечилку... О, кто это? Медицина. Медицина. Б Russians' выбор не нравится, чтобы мы принимаем grapevine помощи. Смотрите. Большое спасибо тебе. Я могла бы спутаться с собой. Или, скорее, хотелось бы попросить босса за несколько времени контроля. Мы были в патруле. Я видел марадеринский в крыльях. Я подумал, что я их могу привлечь. Тогда моя arma и нестрелала. Было прямо на моих сторонах. Дim 세умие, что это сейчас? Очень на Нью-Вегас сейчас похоже. Знаете, как смесь Нью-Вегаса и Биошока. Так, убеждение 1, ложь 1, запугивание, давай свое оружие схожу за помощью. Да, хорошо. Вы выглядите как вы знаете свою сторону. У меня немного оружия, не упомянула в моем стороне. Здесь, вы можете взять мой Сабер, тоже, для меня упомянуть. Все Спасер's Choice weapons сейчас 30% less likely to malfunction. Вы попробовали, теперь попробовали остальные. Спасер's Choice! Да, наилла в это время. Вы ударили голову или что-то? Вы в Эмеролд Вейл. Мы, чем Спасер's Choice community. Эджуатер немного вниз. Это одинаковый место в Пейл. Убей, чтобы остановиться к провизионам, для петли нашего известного Салтуна. Кетунца. Ну вот мы оружие получили. он пойду так месть оружия рт атаковать так один патрон потратили все заткнулся чувачок а сабля так вообще как инвентарь открыть можете одновременно выбрать для использования до 4 видов оружия выделив его затем выбрать ячейку в верхней части экрана заботьтесь о своем оружии тогда она позаботится о ваших врагах так сабля разобрать можно кстати какой я секси конечно с этими усами легкие боеприпасы тяжелые энергетические а энергетических тяжелых у меня нету так дальше что это задание у меня что в дневнике главное задание завершенные проваленные ничего нету еще за кодекс а ну это чуть что тут делать ладно это мы конечно не будем читать карта приличная такая территория пока снаряжение персонаж сводка навыки что за скобках интересно скорректированное сотрясение получил сотрясение поэтому меня что-то уменьшено все я упал упал так что ли так способности пока я не могу это и видимо перки будут подробности репутация ну что пока ладно поперли отсюда если сотрясение когда пройдет если этого чувачка можно убить что опять происходит тактическое замедление времени а вот это что в этом режиме может находиться лишь некоторое время шкала расходуется очень медленно и сайт неподвижный куда быстрее всего начать двигаться или атаковать теперь заполняется сама собой фактическое замедление времени rb понял мародер вандал ну чё попробуем так давайте сохранимся попробуем тактическое замедление времени ой так как как стрелять я уже забыл замедление так понял ой там еще один нет нет пострелял я не очень так 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 откуда откуда кто вон он где так забираем все припасы промазал на два раза я так короче стрелок конечно я понимаю что вы напишите что с геймпада стрелять такое себе решение на я тебя ждал здесь так ну и здоровье само по себе восстанавливается кстати легкий пистолет так вопрос можно ли как в нью-вегасе восстанавливать с помощью других пистолетов и тут сто процентов сравнить но не одинаковые 1 раз одинаковые нашли новое оружие кнопка смены оружия позволяет вам переключаться между предметами я мог сабли еще повину меня как бы оружие покруче в зон компьютера и вскрытие замков так давайте попробуем не получается ой перезарядился я так понимаю что вот это надо использовать чтобы два из четырех где-то надо еще найти этих и у меня как бы прокаченный все таки навык взлома три четырех то есть еще одну вот это какую-то магнетичку я найду и смогу вскрыть хлеб какой-то таблетка рыбные палочки это что туалет переносной а не могу открыть так не честно так не честно опа блин это я оружие поменял конечно блин как я офигительно воюю короче с я умру но зато высокая совета чувак ведут убивают о а вот еще одна кстати я теперь смогу открыть а чё тут хоть и не полутал что-то я или для курманов что-то поперся отсюда вообще не полутав ничего виноват виноват так как бы мне теперь полечиться что вообще есть это правление броней но у нас тут что одета так это что 10 аптечек пункте еду можно всегда ингредиент так рыбные палочки действуют две минуты базовое здоровье плюс 25 процентов минус ловкость плюс 200 процентов восстановления здоровья это возьмем так и как его теперь использовать смена оружия какую-то лечилку опять ладно пошли ну я конечно боец с другой стороны не прокачано на на именно в войну ничего так давайте вскроем наконец сейф я так понимаю что я потрачу эти что-то там 5 из 4 4 из 5 тысяч или телескопический посох и что это двуручное оружие модификация двуручное оружие урон 51 армия пистолет а этот 36 ну эффект нокдаун культовый телескопический посох от просто космоса как это булава прямо урон в минуту снижен 300 3221 если че урон в минуту ну пока пистик по мне так круче так ну что думали ко мне лезть давайте с я вас найду где вы хочу вылечились блин они вылечились чё за хрень эти спрячемся за камешек будем издалека стрелять эти захват идет я не я слежу игра автоматом вас попали сразу блин их там трое вообще что такое блин может не стоило сохраниться кстати все так по одному их буду мочить то это конечно будет очень долгое прохождение играть я сохраню они я пока сохранится то видимо битвы идет все уходи меня тут нету ух ты гад смотрите они продолжают стрелять все успокоились нет да блин нормально получил чувак вау хэдшот первый так все я начинаю приноравливаться к управлению примерно понятно все забираем ой собрали собрак это картридж с битыми легкий костюм шахтера ну ка то за легкий костюм шахтер легким движением руки броня 4 у меня броня 3 но навыки технологии плюс 5 а тут навыки к незаметности я не знаю короче пока так оставлю вау хэдшот но да и и и и и и Сложновато, прямо скажем. Мне биться пока, но я уже начинаю управление. Куда-куда? Да, мэм. Сык-фрик. Больного ублюдка. Слышите ноги. Ну, иногда. Манагмент очень хорош на качественное оборудование. Но, видимо, я в этом ситуации актиматоре. Знаешь что? Ты прав. Время мы сняли, найдем кто-то встанет, и выполняем полный репорт. И это будет ламином. короче я их сагрил на мародеров промазал а мы пока лут соберем а вот видите как уже переключать тоже прикольно так если долго удерживать где тут еще трупики а вам ребят не нужно не нужно что тут валяет а вот это жерель и кстати сабли часового мясо пси ды сида ничего поговорим а с этим можно поговорить так дайте посмотрим че тут ожерелье какое-то было это прошу это просто в хлам идет да понятно четверо из пяти врачей не рекомендуют употреблять красивое ожерелье только для искушенных ценителей здесь хранятся предметы которые вы отметили как хлам ладно пора на корабль заходить обратите внимание на корабле найдено место посадки то есть что так смайл фармай сервей линс девайс марада а я тропиняр эвременов а это типа для мародеров которые пытаются ну я как бы нашел корабль охотраны правление куда-то попасть украшает access of space-faring vessels is a crime please submit yourself to the authorities hello marauder я беру адрес адрес Продолжение следует... Сарказмирующий робот с нами будет, я так понимаю. Каптан Алекс Хауфорн. Я предупреждаю от тона твоего голоса, что Каптан Хауфорн уничтожил тебя в названии. Каптан Хауфорн. Сейчас согрём. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каптан Хауфорн с безнадёжного... Каптан Хауфорн Я обеспечу твою сооперацию. Будьте успехи в вашем сфере для поддержки. Продолжение следует... Продолжение следует... Новый уровень! Еееееей! Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... будут улучшены все максимальный ход 50 очков по записи вы можете полосочки напрямую специализированные навыки вплоть до 100 каждый навык по мере развития совершенствуется только после каждых 20 очков понят так 2 очка до 100 10 очков доступно ну опять же общение а ну давайте вообще прям убеждение до 40 это и здесь арена уку до 40 это вот так сделаем окей до применить и выбираем способность как перки базовое здоровье не хочу максимум шкалы тактического замедление время я подумаю урон когда в отряде больше никого ну вот я хочу я хочу одним играть я не люблю с напарниками играть честно скажу в ролевые игры скорость ходьбы нафиг надо скорость бега износ оружия базовое сопротивление брони грузоподъемность скорость перезарядки быстро путешествие перед загруженности опыт за убийство напарниками цены наверное дайте урон когда никого нет возьмем о ночью или это пока то как вы выбрана хочу я не я не применил 45 длительность оцепенения плюс 7 секунд у людей из 20 процентов оцепенять от страха на на 3 секунды в столько вы в первый раз атакуете их то есть общение даже влияет на 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 битвы так а здесь что затраты на работу за верстаками минус 50 процентов улучшать свое оружие броню не стоит пока мне не особо открыли разговорный навык для боя такова в цель правильной тепла автоматически ослабляете ее окей так и давайте дневник глянем в кодекс не буду я читать так гляньте на корабле ничего ценного нету найти регулятор мощность именно на улицу выходить надо можно по кораблю прогуляться пока не починю никуда меня не пустят и отбрехались так что он сообщает с картой где мы вместо посадки а нам надо идти какие-то он строение есть а можно как-то метку поставить уже нет я хочу туда сходить он пока забьем на основной квест я люблю когда ролевых играх можно в сторону пойти и старое место крушения нашли видите так там какой-то он первобытный тяжеловес может пока спрятавшись походим первобытный охотник ну чё подеремся ой там еще сзади кто-то нет наверное с этими ребятами не стоит драться мне так кажется как-то они мне больно надавали по сусалам а он спит вообще нет 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 я пока чувак там спит мы не будем его тревожить просто посмотрим что тут вообще нам бы конечно винтовочку как в нью-вегасе винтовочку с и снайперку есть пока не спят тут можно реально все чё там самодельный но броня 9 так вот это одеваем конечно же броня 9 но и те же навыки технологии плюс 5 понимаем почему вот этот костюм круче чем мой ну ладно может таки попробовать их поубивать уже с броней то 9 и всего двое а нет чуть больше еще броня 9 на голову теперь теперь мои секси усы не видать ой 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 нет нет а я не бегут за мной что им надо то тебе надо уходи как эти сейчас в спину буду стрелять слышишь я хочу машине нафиг я собрал тихонько все что хотел пожалуй я потом к ним вернусь убить они мне объяснили очень доходчиво что так а вот мы находим постоянно новые территории а как-то вообще отмечено где они могут быть старое место крушения вот тут что-то до интересное по идее вот тут что-то то целый город наверно ну ладно пойдем пока по квесту выносливость помню какая не тратится нигде или я этого не вижу просто опа это это противник как бы только сказать а если тут прицел а блин иди сюда иди сюда иди сюда эти дубинкой по голове ударю между нами дерево блин у меня попадает тварь какая ладно время менять оружие ну это конечно идиотизм что он из-за дерева не может выйти все чисто чисто его обыграл находясь за деревом самодельная каска шахтера здесь же картриджи сбитыми интересно что-то делают и что дают они жители они жители какого-то замочили так а где тот которого я убил вот он вначале как которого я убил у них состояние оружия всего сто процентов время так оружие быстро изнашивается кстати блин а вегасе чинилась просто ты используешь такой же другой такой же другое оружие и она чинится тут нет как-то по-другому будет ремонт хорошо если разобрать тогда что будет все почему вот это вот так по процент а этот давайте разберем не разбирается что сбросить надо блин этот пистолет чего-то невозможно убрать хорошо давайте посмотрим как этот разбирается кто больше забрал так а где детали для оружия где это вообще а удерживать разобрать вот три детали я получил все я понял как чего-то разбирается и делается детали для ростов окей красивый конечно вечер здесь такая огромная планета вас это конечно эта планета спутник вот этой планеты я я не знаю так вот какому-то мы местному городу подходим а можно как-то мне пистолет убрать это кто то что он разговаривает вот и голоса он и норанином рада затая не работа кив сам пипу до рома идея а спустя в мародерской этой одежде сенпорт есть пресс на блока маратер здесь респект вода ворка за горит инбоем университет Мы в городе Эджуатер. Мы все частью спейсерской семьи. Наверное, не джиньор и хумор, это точно. Если у вас бизнес-инкурии, то вы должны остановиться в офисе Рида Тобсона. Он находится в тавре, возле каннарии. Едем в городе, следим по дороге. Смотри, ты, естественно, не работа. Что у тебя ракет? Ты смуглер? Фрилансер? Так, кем мы себя назовем? В зависит от того, что нужно сделать. Эджуатер – это компания города. Оборудование и оборудование. Это включает цементр. Никто из нас не владеет наших храмов. Мы их сомневаемся от компании. Сомневаться – это деньги. День – это пейсеркация. Пейсеркация – это сигнатуры. Некоторые из наших семьи становятся сильными и платят их деньги. Вы заставляете людей платить за их собственные могилы? Ну, это во всем мире сейчас так. Как бы, ничего удивительного. Поехали. Так, квестик взяли. Поехали. 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 В koleх я живое. А меняnai создавали дом. Вдох. Масса... Они созданы в pequатре часть. Так, не могу никого не платить за гражданами. Открылые люди, да. Мирады уничтожают мои гражданами, ты видишь? Поэтому, армянные гурицы. Ну, если ты будешь хороцировать, говори с Констабом Реисом в городе. Она платит за гражданами. Я не могу сказать тебе. Нет, я имею в виду, что я контрактивно прекратился от сказать что-то, что может повлиять неплохо на выбор Спейсера. А, вовремя. Я не должен сказать так. Смотри, забудьте, что я сказал что-то. Ну, пожалуй, так. Регистратор задания показывает цель активного задания. Его можете сменить. Ну, пожалуй, для первой серии я закончу. Как раз к городу подошли. Хочется ли вам продолжать смотреть прохождение в моем исполнении? Пишите в комментариях, конечно же. Ну, и первое впечатление об игре. У меня ощущение какого-то смеси Нью-Вегаса и Биошока, честно говоря. Ну, чувствуется, что игра такая немного устаревшая, но мне хотелось в Нью-Вегас, вовремя, хотелось бы играть в какую-нибудь игру, как Нью-Вегаса. Хочется полюбоваться на красоты. Графика, конечно, не фонтан. Хоть и... О, там что-то. Кстати, я потом спустился, там явно что-то можно найти в этих вот развалинах. Ну, на этом сделаю сейв. Итак, играйте в умные игры и жду ваших впечатлений в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.